Здравствуйте! В эфире удачный сезон на канале ТВК. С вами Сергей Глазинов. В этом году многие садоводы обеспокоены состоянием груш на их участках. Многие растения сильно поражены грибовыми заболеваниями, такими как мучнистая роса и манилиальный ожог. В этом случае листья и ветви становятся коричневыми и полностью засыхают. Для того, чтобы растения не болели, за ними нужно постоянно ухаживать в течение всего теплого времени года. Прежде всего, при появлении почек, когда они начинают набухать, необходимо проводить обработку мочевины. Примерно один спичечный коробок на 10 литров воды, и мы проводим опрыскивание. Затем, при появлении бутонов, мы тоже проводим обработки от грибковых заболеваний. Это могут быть такие препараты, как хорус. Разводим мы в соотношении один пакетик на 10 литров воды или препаратом скор. При этом добавляем хозяйственное мыло, либо жидкое мыло для лучшей прилипаемости. Также обработки мы проводим в середине лета теми же препаратами, только в утреннее или вечернее время в прохладную погоду. Третью обработку фунгицидами, то есть препаратами от грибковых заболеваний, мы проводим уже после сбора урожая осенью. Итак, если вы будете проводить эти обработки, то каждый год растения у вас будут здоровыми, и вы будете получать хороший урожай. Также не забывайте о поливах и внесении удобрений в весеннее-летнее время. Удобрения мы вносим один раз в 20 дней, можем использовать любые комплексные минеральные удобрения. Также производим поливы в сухую погоду. Поливать необходимо там, где заканчивается крона, то есть по периферии кроны плодовых деревьев. Именно в этом месте располагается большая часть так называемых всасывающих корней. Ну а для того, чтобы на крону не могли попасть муравьи и, соответственно, тля, необходимо делать ловчие пояса. Нижнюю часть ствола мы обматываем любым негниющим материалом. Это может быть либо пленка, скотч, плотная бумага. Сверху мы обмазываем специальным клеем, который используют для борьбы с грузунами. В этом случае муравьи и, соответственно, все другие насекомые не смогут попасть в верхнюю часть кроны, поэтому растение в этом случае будет здоровым. И еще очень важно в осеннее время, вернее даже в начале зимы, проводить побелку штамбов плодовых деревьев. Белить нужно не весной, а осенью. Ведь именно ранней весной, когда днем стоит плюсовая температура, а ночью минусовая, происходит разрыв коры плодовых деревьев. Так вот, чтобы не вызвать морозобоин и солнечных ожогов, необходимо проводить побелку именно с началом зимы. На сегодня это все. Удачи вам! Увидимся! Теплицы и парники Агродом. Телефон 39 06 05